Совет депутатов городского округа Щелково в разгар лета не ушел на каникулы, а продолжает работать. На 31-м плановом заседании рассмотрели пять вопросов. В частности, приняли положение об общественном контроле и деятельности органов местного самоуправления общественными организациями. Документ регламентирует, на что они имеют право, на что не имеют, какие документы и сведения могут затребовать и так далее. Также решением Совета в округе начнет действовать новое положение о порядке организации схода граждан, разработанное взамен существующего в связи с изменениями в федеральном законодательстве. Зампредседателя Совета Анатолий Андронов отметил важность документа. Положение о сходе граждан. Мы его привели в соответствие с законодательством, когда сход граждан под эгидой главы может проводиться не только в каком-то конкретном населенном пункте, но и в части его, но просто при определенной организации. Мы привели в соответствие наше положение, которое расширяет полномочия граждан. Депутаты провели корректировку распределения бюджетных средств, которые они получают на реализацию наказов избирателей. Как правило, помогают школам, садикам, музеям и другим учреждениям в социальной сфере. Только те вопросы, которые остались у нас в видении. Это образование, это частично где-то здравоохранение, но дозировано в том плане, которое разрешает законодательство. Это основные вопросы. Ну и культура, конечно. Также Совет депутатов перенес дату празднования дня городского округа Щелково и дня города Щелково с конца августа на вторую субботу сентября в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий. Праздник пройдет 11 сентября. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...